Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Речь сегодня пойдет хоть и о дочернем проекте, но тем не менее, так или иначе, о рекламе ли я все еще один и тот же проект и один и тот же сервер, а именно Arizona RP, сервер Phoenix, на котором вы сможете ввести мой никнейм в поле пригласившего вас игрока, а мой никнейм это если мало ли кто-то не знает, кто-то забыл, Данте Коннор, введя его в никнейм пригласившего вас игрока и достигнув 5-го игрового уровня на проекте Arizona RP, сервер Phoenix, вы получите 300 тысяч вертов на руки своего персонажа в автоматизированной системе и сможете делать все остальные вещи на вашем дорогом проекте, на моем дорогом проекте и на всех прочих проектах в GTA Samp, если они будут на Arizona RP и на всем прочем. Ладно, я уже несу немного полную хуйню, поэтому давайте уже перейдем непосредственно к самой теме данного видеоролика. Я бы хотел с вами немного подискутировать на тему того, на тему жизни в деревне. Не совсем, конечно, вашей жизни в деревне, но тем не менее о жизни в деревне. Это такой, знаете ли, проект Arizona Roleplay. Сразу же хочу сказать, что у меня есть несколько предположений того, зачем данный проект был сделан. Первое, это чтобы от Arizona Roleplay уже наконец-то отцепились, потому что в народе сложилось такое мнение, что все, что делает вот Arizona и Arizona Games, это обязательно какие-то такие, вот знаете ли, RPG-сервера с большим количеством ненужного, как многие говорят, функционала, ненужного маппинга, ненужных систем. У них там все лагает, у них там полный пиздец, и поэтому Валик, смотря на все эти комментарии, на все эти замечания и на все прочее, он просто не смог остановить скупую мужскую слезу и решил все это дело в дичайшем порядке исправить. И поэтому начал делать жизнь в деревне. Есть у меня еще и вторая гипотеза, возможно, теория, не знаю, у теории есть подтверждение, у гипотезы нет, поэтому это, скорее всего, гипотеза. Вторая гипотеза гласит то, что Валик уже заебался, там, разрабатывать вот этот вот мод Arizona Roleplay, постоянно добавляя в него что-то новое, чтобы там как-то удивить игроков и так далее, решил попробовать себя в чем-то другом. И вот решил сделать такой проект, как жизнь в деревне. И если кто-то, мало ли, следил за моим основным каналом последний, там, год или около того, где я рассказывал про жизнь в деревне в нескольких своих видеороликах, вы можете знать, что я прям вот топил за этот проект. Я прям вот хотел, чтобы он существовал, чтобы вот все на нем было прям вот в лучших традициях Манхэттена и вот всех прочих вещей, чтобы жизнь в деревне, она стала таким, знаете ли, топ-2 проектом в Сампе. Чтобы там, знаете ли, на первом месте была Arizona Roleplay, на втором месте была, я не знаю, жизнь в деревне, проект вот такой вот. И вы знаете, в чем дело? Дело в том, что жизнь в деревне, как многие уже могли понять, она убыточна. Вследствие того, что онлайн там, ну, не особо хороший. И вследствие всего этого, туда сейчас активнейшим образом набирают ютуберов для того, чтобы всю эту ситуацию как-то исправить, вследствие всего этого, там даже Вертеич записал мощнейший видеоролик о том, что, ребята, пожалуйста, нужны игроки, пожалуйста, заходите и делайте все прочие вещи, пожалуйста, играйте на проекте, поддерживайте там друг друга, и вот все у вас будет хорошо. И вот, действительно, более-менее как-то это все начало получаться. И вот, действительно, многие люди уже говорят, что Arizona RPG, вот как многие пишут, это не такой уж и RPG, потому что, ну, они смогли сделать какой-то вот, знаете ли, такой вот новый проект. Вот вполне возможно, что Arizona Roleplay, она, знаете ли, Arizona Games, наверное, правильнее будет сказать, она хочет преуспеть сразу в двух направлениях. В направлении такого, знаете ли, Light Roleplay, где человек там фармит себе всякие вот эти вот игровые имущества, всякие прочие привилегии и все прочее. И вот в таком, знаете ли, Medium Roleplay, где на сервер можно зайти без долга ютуберегистрации, просто ответив на несколько простейших вопросов и вот во всем прочем. То есть Arizona хочет и туда, и туда. И, разумеется, во всех этих начинаниях этот проект нужно поддерживать. Сразу хочу сказать, что за этот ролик мне отдельно как-то не доплачивали, отдельно не платили и ничего прочего не делали. Мне заплатили здесь исключительно за рекламу Arizona, Arizona Roleplay Phoenix и всего прочего. Нужно же как-то, знаете ли, поднять лояльность, поэтому под данным видеороликом я оставлю ссылку на жизнь в деревне, там, на сайт официальный, чтобы вы сами могли выбрать то, на какой сервер там вам пойти. То есть там на первый сервер, на второй сервер, а никакого промокода или уж тем более ника у меня там нету, потому что, ну, я хотел туда зайти, я туда даже заходил во время каких-то бета-тестов, что-то там смотрел, что-то там делал, но вследствие большой занятости я там особо не поиграл. Мне было бы, конечно же, очень интересно там поиграть, что-то поделать и вот что-то вот все прочее сделать, но вот пока что я не знаю, пока что я не могу найти какого-то свободного времени для того, чтобы все это сделать, и поэтому я просто рассказываю вам какие-то свои мысли насчет всего этого. И сейчас жизнь в деревне начала потихоньку выкарабкиваться, там, знаете ли, они купили себе Данила Герреру, а Данила Геррера это гарант качества, гарант большого онлайна и гарант адекватных игроков, которые, там, знаете ли, не кричат на каждого человека, там, неправильно отыгравшего свою роль, что там он нашот ебаный мол и все прочее, поэтому я думаю, что у жизни в деревне все получится. Также считаю немаловажным отметить то, что там всяческие обновления идут на такой, знаете ли, ролеплей уклон, если это так можно назвать. Разумеется, эти фишки ранее были на гамбите и там на каких-то прочих вещах, хотя на гамбите вроде нечто подобного не было. Для того, чтобы вы просто понимали то, что там водится сейчас, если вы, мало ли, там, умерли и сделали все прочее, нет, вас не за ЦКш, там, или, блядь, как это по ролеплеешному называется, не знаю, вас там не за ЦКш, это ничего прочего с вами не сделают, вы сможете выбрать два пути развития событий. Либо оставаться на месте и дожидаться, там, вот этих вот своих медиков, всего прочего, либо сразу же оказаться в больнице. Также, вот такого вот я реально нигде не видел, ни на каких проектах, а дело в том, что теперь, когда человек спавнится там не у себя дома, не у себя в какой-нибудь деревне, не у себя на ферме и так далее, когда он спавнится на вокзале, у него отнимается некоторое количество денег, вследствие того, что там, допустим, на вокзале могут быть воры и вот все прочее там также может быть. Вот. И, ну, как-то вы знаете, глядя на все это, глядя на то, что происходит на проекте «Жизнь в деревне последнее время», то есть, как там фиксятся всякие баги, которые находятся, если они находятся, то, как занимаются обновлениями, я могу сказать, что я, ну, вот, обеими руками за то, чтобы «Жизнь в деревне» она развивалась и все было там, ну, хорошо, чтобы все было там реально классно. И вы можете помочь данному проекту, данному серверу, если вы, мало ли, не хотите играть на Arizona Roleplay Phoenix со мной, а хотите там поиграть с каким-нибудь Вертеичем или с прочими людьми, или вам не нравится фармить деньги, вам нравится поотыгрывать Roleplay, поделать прочие вещи, то вы можете зайти на «Жизнь в деревне», опять же-таки ссылку на официальный сайт или там на группу ВКонтакте, я толком не знаю, что у них там, наверное, там у них сайт. В общем-то, ссылка на «Жизнь в деревне» будет в описании. Если вы захотите там что-то сделать, то вы сможете зайти и вот буквально посмотреть, что там. Кстати, курирует данный проект, если кто-то, мало ли, не знает, вот, человек с канала «Самп Китчен», это Паша Коннор, вот, как бы, не знаю, зачем вам эта информация, но, мало ли, кому-то она покажется критичной при выборе сервера, поэтому я вам вот это вот все сказал. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Заходите на «Аризона Ролеплей Феникс» по моему никнейму, вы сможете получить там 300 тысяч вертов при достижении пятого уровня. И также, если вы не хотите, мало ли, играть на «Аризона Ролеплей Феникс», то можете просто зайти там и зарегистрироваться на любой промокод на «Жизнь в деревне» или там на никнейм, я точно не знаю, что там такое. И, в общем-то, сделать все прочие вещи, которые всегда хотели сделать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.